Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава книги пророка Даниила. Мы читаем ее в переводе современным русском или заокском, как его называют, под редакцией Михаила Петровича Михайловича Кулакова. Соответственно, у нас уже для пятой главы есть предисловие, и мы говорили о том, что, предыдущие четыре, мы говорили о том, что эта книга, она об империи и боге, о том, как вот в этой могучей Вавилонской империи жить человеку, который верит в единого бога, и как империя относится к богу, и что из этого получается. Вот пятая глава, еще один эпизод про царя Волтасара, одного из потомков и преемников Навуходоносора, а царь Навуходоносор, к тому моменту уже умерший, он ведь был тем, который разрушил Иерусалимский храм, соответственно, вынес оттуда много чего. И предыдущие четыре главы, они как раз были про правление Навуходоносора, Даниил еще до разрушения храма становится вот в этом Вавилонском царстве таким значительным человеком. И оказывается, что можно жить и вдали от Иудеи, можно жить вдали от храма и при этом принадлежать вот к этой традиции, к этой религии. Пятая глава. Принесли тогда золотые сосуды, привезенные из храма Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и сановники, жены его и наложницы. Пили они вино и восхваляли богов золотых и серебряных, медных и железных, деревянных и каменных. Ну, то есть при першествах обычно творятся возлияния язычниками, конечно, в честь их собственных богов. И вдруг появились персты руки, человеческие начали что-то писать на выбеленной стене царского дворца прямо за светильником. Вот стоит светильник, и все видят то, что за ним происходит. Да, стена хорошо освещена. Увидел царь, пишущую руку, лице его побледнело. Ум помутился, страх приковал его к месту, и задрожали его колени. Закричал царь, требуя созвать заклинателей из бездочетов и предсказателей. Это обычная история, да, уже мы ее видели два раза. Там только было про сны, а здесь про видение наяву. Их нужно истолковать. И кто же это сделает? И сказал он, обратившись к мудрецам Вавилонским, того, кто прочтет эту надпись и мне истолкует ее, я облачу в пурпур, то есть в царскую одежду, пожалуй, ему золотую цепь и сделаю третьим лицом в государстве. Не очень понятно, почему третьим. Возможно, потому что Волтасар правил вместе со своим отцом Набонидом, и они двое первых, а третий, только третье место вакантно. Все царские мудрецы, столпившись у стены, не смогли ни прочитать надпись, ни объяснить царю, что она означает. Придя в ужас, царь Волтасар изменился в лице, и сановники его растерялись. Обратим внимание, что когда Навуходоносор видел свой сон, он велел их всех казнить, когда они не смогли ему рассказать его сон. Вот такая позиция силы. А здесь уже позиция слабости. Здесь Волтасар понимает, что что-то идет совсем не так, ему уже не до казни, ему лишь бы кто помог. Тогда царица-мать, услышав голоса царя и сановников, вошла в першественный зал. Она сказала, здравствует тебе, царь, вовек. Отчего так встревожился, что изменился в лице? Есть в твоем царстве человек, в нем дух святого Бога. Ну, то есть Даниил не просто умный и толковый, он вестник, он посол Бога при дворе. Еще в дни правления твоего отца он был известен своей просвещенностью, прозорливостью и мудростью, равной мудрости богов, и царь Навуходоносор отец твой поставил его старшим над магами, прорицателями, звездочетами и предсказателями отец твой, царь. Этот Даниил, которому царь дал имя Болтыша-цар, известен как человек необычайного духа, обладающий знаниями, способностью толковать сны, разгадывать загадки и разбирать запутанные дела. Так вели послать за Даниилом, и он все тебе объяснит. Привели Даниила, и царь сказал ему, «Это ты, тот самый Даниил, один из переселенцев, в которых мой отец в царствование свое привел из Иудеи. Я слышал, что в тебе дух Бога, и что ты обладаешь просвещенностью, прозорливостью, необычайной мудростью. Привозили ко мне мудрецов и заклинатерей, чтобы прочли они эту надпись, и объясняли мне ее смысл, но они не смогли этого сделать. А про тебя я слышал, что можешь ты давать толкование с нам и разбирать запутанные дела. Так вот, если сможешь прочесть эту надпись и мне ее столковать, я облачу тебя в пурпур, пожалуй, золотую цепь, и сделаю третьим лицом государства». Вот, смотрите, практически то же, что с двумя снами Новуходоносора, но теперь уже Даниила передают как бы по наследству, да. И мать, соответственно, нового царя Валтасара, она об этом помнит. Почему же не помнит Валтасар? Такие великие и чудесные события. Что-то ведь здесь такое, ну, просто неслыханное с точки зрения обычной человеческой истории, и об этом сразу забывают. А потому что империя мыслит очень ситуативно. Она реагирует на какие-то вызовы здесь и сейчас, и может на них очень даже хорошо прореагировать. Но потом она продолжает жить своими какими-то политическими, военными, экономическими заботами. Ей уже не до этого. И она открывает поэтому заново всю эту историю. На это Даниил ответил царю. «Дары свои оставь себе, а награды отдай другим. Надпись эту я прочту и объясню царю ее значение. О, царь, Бог Всевышний, даровал Новуходоносору, отцу твоему царству, величие, славу и честь. Власть ему была дана столь великая, что все народы, племена языки, трепетали перед ним от страха. Он убивал кого хотел и миловал кого хотел. По воле своей он одних возвышал, а других не злагал. Но его одолела гордыня, он стал надменным. Зато и был низвергнут царского трона и славы своей лишился». Об этом в предыдущей четвертой главе очень подробно рассказано. Но, по сути дела, это и есть описание самой сути этой империи. Она творит только свою волю, и поэтому неизбежно впадает в это состояние гордыни. За что, за что ей напоминают. Не о нас тут самое главное. «Отлучен он был от общества людского, разума лишился, животному в том уподобился, жил он с дикими ослами, питался травою, как скот. Тело его мокло от росы небесной, пока не познал он, что власть над царством человеческим в руках Бога Всевышнего. Кому он пожелает, тому и дает его. А ты, сын его, Валтасар, хоть и знал все это, но не смирился с сердцем. Ты поставил себя выше царя небесного, принесли тебе сосуды дома его, чтобы ты и твои сановники, и жены твоей наложницы пили из них вино». Ну, понятно, его наказание про то, что он принес сосуды, за то, что он принес сосуды, но ты знал все это, но не смирился с сердцем. Да знал ли он? Мы же только что читали, что мать Валтасара ему напоминает о Данииле, он забыл. Знал, но предпочел забыть. Мог иметь все это в виду, но в политических делах, в военных походах, в развлечениях, прежде всего, забыл о всех подробностях и в результате вот остался в состоянии человека, который открывает все заново и который ставит себя, как и твой предок Навуходоносор, выше Бога. «Ты восхвалял богов золотых и серебряных, медных и железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат и разума, не умеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и который путями твоими ведает, не почтил, потому и послана от него эта рука, и начертана эта надпись». То есть, смотрите, он ничего еще не прочитал, а всю суть он ему рассказал. Надпись — это повод заговорить. Вот всякая магия, всякое истолкование, они опираются прежде всего на представление о том, что вот есть некие знаки, символы, видения, явления. Их надо точно объяснить истолковать. А объяснить истолковать нужно прежде всего то, что в голове у человека, то, что в его жизни, то, что в его сердце. А это все только повод об этом заговорить. А написанное здесь считается так. «Мене, мене, текел, уфарсин». Ну и дальше игра слов, то есть слова, которые похожи на меры веса. «Мина, мина, шекель и полмины». Ну, «мина» — это больше, «шекель» — это поменьше. И тут как бы вот на базаре взвешивают килограмм, килограмм, еще сто граммчиков и полкило. Смысл этих слов таков. «Мена, учислил Бог дни царствования твоего и положил ему предел». А тут слова еврейские или арамейские, точнее, созвучные с названиями этих вес. «Текел, взвешен ты на весах и оказался слишком легким». «Перес» или «уфарсин». «Перес, делено твое царство, удано медианам и персам». Тут по приказанию Валтасара облачили Даниила в порпур, возложили на шею золотую цепру, возгласили третьим лицом в царстве. А толку-то? Не этого надо было добиваться. Ту самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит, и царем стал Дарий Медийский, которому было тогда 62 года. То есть медиане приходят на смену этим самым Вавилонинам. Возникает новая империя, и если вы думаете, что судьба Даниила при медианах и персах окажется другой, чем при Вавилонинах, то у нас есть шестая и другие главы для того, чтобы убедиться, что это совсем не так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok